Всем привет, это Автошоп, не скучные автоновости. Сегодня выпуски. Альтернативный DeLorean станет серийным. Кэт DeLorean создает собственную компанию. Хонда не планирует оснащать свои электромобили псевдомеханикой. Представлен самый мощный электрический дорж-чарджер Daytona SRT. Британский аэромобиль Bellwether Oryx. Безопасный для города и с крутым дизайном. Даже неразбирающиеся в машинах люди хорошо помнят DeLorean DMC-12 по фантастической кинотрилогии «Назад в будущее». Оригинальная компания DeLorean Motor Company обанкротилась в 1982 году. В 1995 году права на марку DeLorean и сохранившиеся активы, в основном это были запчасти для модели DMC-12, купил предприниматель из Техаса Стив Уайн. Он основал собственную DeLorean Motor Company. Долгое время новая DMC занималась тем, что обслуживала и поддерживала на ходу ранее выпущенные экземпляры спорткара DMC-12. В прошлом десятилетии Уайн пытался реализовать проект Рестомода на базе DMC-12, но из этого ничего не вышло. Пацанку успех ушел. Не получилось, не фортануло. А весной этого года компания представила полностью новый DeLorean – электрический фестбэк Alpha 5 с кузовом от Etal Design. Дизайн DeLorean Alpha 5 вызвал неоднозначную реакцию у публики. Так он мало похож на DMC-12. Ну как? Ой, не похож, ой, халтура! А Кэт Делориан и вовсе в довольно агрессивной манере раскритиковала Alpha 5. Кэт Делориан, дочь Джона Захария Делориана от третьего брака, очень трепетно относится к историческому наследию своего отца, который умер в 2005 году, и яростно не одобряет то, что делает нынешняя DeLorean Motor Company. Это непростительный и даже преступный вздор. Фантастическая картина. Глупая и нелепая. Уже несколько лет она курирует сайт DeLoreanLegacy.com, на котором представлен альтернативный проект нового Делориана. Его разработали друзья Кэт, дизайнеры Анхель Гуэра и Аллан Портильо. Этот проект действительно стилистически куда ближе к каноническому DeLorean DMC-12. И вот Кэт объявила, что создает собственную компанию и выпустит эту машину. Поразительно! Вот это тетя! Компания Кэт Делориан называется D&G Motors. Аббревиатура D&G расшифровывается как DeLorean Next Generation, что в переводе означает DeLorean следующего поколения. А первая модель получила имя Model JZD, где буквы JZD означают John Zachary DeLorean. Это уж такая простая дедукция, могли бы сами догадаться. Никаких подробностей о Model JZD пока нет. То есть даже не ясно, будет ли это электромобиль или машина оснастят двигателем внутреннего сгорания. Кэт обещает полноценную презентацию до конца этого года. А уже в январе 23-го, как сказано в пресс-релизе, Model JZD запустят в производство в Детройте. Во что, если честно, верится с трудом? Не верю. Ну не верю! Паниковский не обязан всему верить, Шура! Кэт Делориан сообщает, что D&G Motors — это не просто бизнес. Новая компания будет приносить пользу обществу, воспитывать новых инженеров прямо со школьной скамьи и нести идеалы Джона Захария Делориана в массы. Сейчас D&G Motors проводит конкурс на разработку собственного логотипа. Заявки принимаются до конца ноября от всех желающих и в неограниченном количестве. Поистине народное творчество. Премьера Model JZD, вероятно, пройдет уже под новым логотипом. Хонда не планирует оснащать свои электромобили псевдомеханикой. А почему? А? Почему? Многие автопроизводители, особенно это касается тех, кто работает на глобальном авторынке, постепенно переходят от разработки и выпуска моделей с двигателями внутреннего сгорания к созданию полностью электрического транспорта. Одной из зеленеющих компаний является японская Хонда. Как стало известно весной прошлого года, марка намерена полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания к 40-му году. Первой электричкой стал компактный пятидверный хэтчбэк Хонда E, предназначенный для домашнего рынка и Европы. Продажи моделей в старом свете довольно скромные. В Северной Америке Хонда делает ставку на альянс с американским концерном General Motors, который был заключен в сентябре 2020 года. Ну, Саня, вот тебе напарник. Наконец-то, План Степанович. Спасибо. В рамках этого партнерства создан кроссовер Хонда ProLog, в основу которого легла GM-овская модульная платформа Altium. Модель пока официально не представлена, но его внешность компания уже рассекретила. В дальнейшем у этого SUV появится близнец, выпущенный под маркой Acura. Во второй половине текущего десятилетия японская компания продолжит разработку собственных электрических новинок. Они будут базироваться на новой модульной платформе, которая получила название e-Architecture. О будущих новинках Хонда подробностей пока нет. Однако стало известно, что у них, очевидно, не будет так называемой псевдомеханики. Напомним, в феврале текущего года другая японская компания, Toyota, подала соответствующую патентную заявку. В документе была описана ручная коробка передач со сцеплением и рычагом переключения, который обозначили как псевдопереключатель. При этом водителю оставят возможность не пользоваться такой коробкой. В этом случае автомобиль будет двигаться на первой передаче, как на автомате. Не, ерунда все это. Чепуха. Бред. Подобные решения не нашли отклика у руководителей Хонда. В компании намерены найти иные способы для того, чтобы сделать процесс управления электромобилями Хонда захватывающим. Грядущие новинки будут отличаться от конкурентов. При этом производитель намерен поработать над технологиями по созданию и применению тяговых батарей, над инжинирингом и программным обеспечением. В конце прошлого месяца Хонда анонсировал аккорд нового поколения. Премьера модели пройдет в ноябре. Внешность модели уже не секрет. Автомобиль засветился на патентных изображениях. Ожидается, что главным рынком для модели станут США. Марка Dodge, принадлежащая корпорации Stellantis, в рамках проходящего в Лас-Вегасе тюнинг-шоу Sima, раскрыла дополнительные подробности о будущем электрическом спорткаре Charger, который придет на смену одноименной бензиновой модели. Расскажите, пожалуйста, все подробно. В августе этого года корпорация Stellantis представила электрический концепт-кар Dodge Charger Daytona SRT, который в 2024 году превратится в серийную модель. При этом существенной разницы в дизайне между концептом и серийной моделью не будет. Электрический Charger Daytona имеет пропорции классического американского маслкара и массу соблазнительных фишек, которые должны побудить владельцев бензиновых машин пересесть на электрические. В частности, батареи неспорткар снабдят уникальной электронно-пневматической системой выхлопа FlatZonic, не имеющей практического смысла, но создающей при разгоне драматический звук. На выставке будет проводиться открытое тестирование этой системы. Разработчики хотят с помощью посетителей выбрать наиболее привлекательный саундтрек. Что там за сум? Версия SRT является топовой для Charger Daytona. Именно ее показали в августе в Монтерее, а в Лас-Вегасе она предстала перед публикой в ярко-красном цвете Striker Red и на высокопрофильных дрэговых шинах, надетых на углепластиковые колесные диски с креплением центральной гайкой. Интерьер с двумя экранами сейчас выглядит так же, как в августе, но в правой части передней панели появилась плашка Direct Connection Stage 2. Она указывает на то, что это самая мощная версия из всех возможных, а всего Dodge предложит для Charger Daytona не менее девяти вариантов силовой установки на выбор. Градация следующая. Charger Daytona будет предлагаться с 400 и 800-вольтовыми силовыми установками. При этом все версии предположительно полноприводные, то есть имеют как минимум два электромотора, по одному на ось. Только 800-вольтовые машины будут иметь приставку SRT к названию, и только у них силовая установка получит специальное имя Banshee, отсылающее к призраку-плакальщице из ирландского фольклора. Ох, вот эти сказочки! Ох, вот эти сказочники! 400-вольтовые версии Charger Daytona предлагают два уровня повышения производительности, именуемые Direct Connection Stage 1 и Stage 2. Доступ к ним открывается через некий специальный хрустальный ключ, который нужно вставить в переднюю панель. Эдакий аналог ключа скорости на суперкарах Bugatti. Для 800-вольтового Dodge Charger Daytona SRT тоже предусмотрены пакеты повышения производительности DC Stage 1 и DC Stage 2, но цифры мощности для SRT-версий пока не названы. Можно предположить, что в базе Charger Daytona SRT будет иметь мощность далеко за 700 лошадей, и не менее 900 с пакетом DC Stage 2. Ну, сберёга машина! Пресс-служба Stellantis подчёркивает, что даже для 400-вольтовых версий цифры мощности пока предварительные, чтобы потом не было жалоб, как в случае с электрическим Мазерати Гран-Туризма Full Gore, когда на стадии анонса обещали 1200 лошадиных сил, а на премьере заявили только 761. Короче говоря, полное понимание того, каким будет серийный Dodge Charger Daytona, вряд ли придёт раньше 2024 года. Стартап Bellwether Industries представил третью по счёту итерацию своего аэромобиля, у которого нет крыльев, а движители спрятаны внутри корпуса. За стартапом Bellwether Industries стоит предприниматель азиатского происхождения Дэниел Чен. Штаб-квартира находится в Лондоне, но команда у компании международная. Разработкой аэромобиля она занимается с 2014 года. Идея Bellwether состоит в том, что по-настоящему удобный аэромобиль должен быть компактным и не должен иметь выступающих за пределы кузова движущихся частей. В этом смысле он близок по концепции с такими проектами, как City Hawk, Израиль и Liu Coop, США. Подобные летательные аппараты по размерам сопоставимы с автомобилями. Для взлёта и посадки им нужна совсем небольшая площадка. В теории можно сесть прямо на дорогу. Простите, Вася, можно тут приземлиться? Bellwether придумал для обозначения подобных машин термин «волор». Неизвестно только, приживётся ли он. Пока единого стандарта в этой инновационной области нет. Первый прототип аэромобиля под названием «Газель» компания Bellwether представила ещё в 2015 году. Затем появился «волор», название которого стало типологическим. И вот теперь рассекречен «Орекс». Новейшая итерация «волора» с оптимизированными техническими и аэродинамическими характеристиками. Это действительно новое слово в науке и технике! Bellwether уже запускала прототип «волора-воздух», но конкретно «Орекс» совершит свой пробный полёт только в 2023 году в Дубае. Корпус выполнен из углепластика. Внутри помещаются пилот, два пассажира и силовая установка. Подробных технических характеристик пока нет. Компания лишь сообщает, что путь, который обычная машина проезжает в городе или пригороде за 50-100 минут, например, маршруты из аэропорта в центр города, «Орекс» пролетает за 8 минут со скоростью 140 км в час. Очень хорошо. Как и большинство подобных стартапов, Bellwether не может назвать точное время выхода своего аэромобиля на рынок, поскольку для их эксплуатации в городах нет нормативно-правовой базы. Непонятно, кто за что будет отвечать в случае нештатных ситуаций и аварий. Как и где обучать пилотов. А если летать на автопилоте, то количество регулирующих вопросов вырастает на порядок. Такие вопросы с кондачками решаются. Нам надо посоветоваться с товарищами. Зайдите на недельки. Тем не менее, команда Bellwether уверена, что люди так или иначе в ближайшие 10 лет будут летать. В том смысле, что это будет совершенно заурядная бытовая процедура. А волоры станут таким же обычным явлением, как любой общественный или частный транспорт. Bellwether уже готовит «Орекс», рассчитанный на 4 пассажиров, плюс пилот. Работа кипит. Инвесторы пока в компанию верят.